Генетически модифицированные дети рождаются в Великобритании. Это подтвердил регулятор рождаемости. Согласно запросу о свободе информации, Управление по оплодотворению и эмбриологии человека сообщило, что с момента легализации спорных процедур в Великобритании было создано меньше, чем 5 генетически модифицированных младенцев. Правило оплодотворения человека и эмбриологии – митохондриональное донорство, которое позволяет создавать детей с тремя или четырьмя родителями в случаях митохондриального заболевания, вступило в силу в октябре 2015 года. Митохондрии – это очень маленькие образования, присутствующие в каждой человеческой клетке. Они наследуются от материнской яйцеклетки, обеспечивают клетку энергией и содержат митохондриальную ДНК. Ученые из Центра фертильности в Нью-Касле создали детей с помощью метода, известного как митохондриальное донорство. В результате этой процедуры рождается ребенок с биологической точки зрения от трех разных родителей – хромосомной матери, матери яйцеклетки и отца сперматозоида. Последствия неизвестны, но исследователь утверждает, что дети, созданные таким путем, все еще рискуют заболеть потенциально смертельными заболеваниями, сообщает Христианский институт 13 мая 2023 года. Мир вам, братья и сестры, христиане! Вы знаете, когда слушаешь эту информацию и передаю вам, думается, что многие родители, желающие иметь детей, пытаются как бы любыми способами, чтобы у них были дети. Идут на разные риски, идут на разные способы, как правило, тратят немалые деньги. И вместе с тем, вместе с тем, многие, в том числе и христиане, удерживают себя, уклоняются от чудородия и не дают рождаться деткам. Понимаете? Не только грех, братья и сестры, аборты, но грех, когда уклонение идет от чудородия разного способа, разными способами. Разными способами. Есть тоже на канале «Любящие истины», когда я более подробно говорю об этом. Ссылочка будет ниже. Прямо есть видео, которое говорит об этом. Поэтому те родители, которые, особенно христиане, которые могут, чтобы у них были дети, нельзя уклоняться. Это грех большой, братья и сестры. Не думайте наследовать жизнь вечную таким образом. И посмотрите на родителей, которые так хотят детей. У меня был в практике, я говорил уже в одной из пропитетей, такой случай, что молодая семья, ну, относительно молодая, уже не первый год хотят иметь детей. Но нет. И Дух Святой открыл мне, как действовать. Около часа мы разговаривали и подробно разбирали грехи, которые у них были, и они каялись в них. Но в конце Дух Святой еще дал мне следующее слово, что пусть они дадут обещание мне, что сколько детей им не дам, они их примут, чтобы они не уклонялись от чьи дороги. Знаете, сколько лет они желали детей, к каким врачам они обращались. После этого обещания прошло около года, и мне сообщили о том, что в этих родителей родился ребеночек. Слава Господу, братья и сестры. Понимаете? Вот что хочет Господь. Он видел в их сердцах, что они, возможно, и хотели детей. Но как говорят, да, ребеночек два, может, три. Понимаете? А Господь хочет, чтобы церковь росла, братья и сестры, чтобы умнажалось количество детей. Видите, что мир прибегает, к чему? Даже как бы три родителя, и хромосомные родители, и айцеклетка, и сперматозоид отдельно, всяким прибегает. Конечно, это еще рано еще говорить, братья и сестры, твердо в этих методах, просто больше как бы информационно, что вот к чему люди стремятся, чтобы хоть как-то спасаются, чтобы иметь, были дети. Еще пройдет определенное время, тогда, возможно, будет уже более твердо понимание, насколько это правильно, насколько это хорошо, эффективно. И с духовной точки зрения тоже можно более глубоко это понимать. Но сейчас я на другое еще раз хочу обратить внимание. Смотрите на этих родителей, которые хотят иметь детей, на что они идут. А многие родители, христиане, Бог хочет, поймите, Бог хочет, чтобы увеличилось от церковь, прежде всего от ваших детей, увеличилось от вас, сколько Господь желал, и от Моисея, и от Авраама, чтобы были дети. Тысячные благословения, угождающим Богу. Бог дарует, поймите, братья и сестры. Поэтому поступайте по заповеди Божьи, братья и сестры. Смотрите и на таких людей, делайте определенные выводы и для себя. И да поможет вам в этом наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Подписывайтесь на канал «Любящий Истину», основной канал, и также на канал «Любящий Истину 2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. Аминь.